Настрой Музычно-забавляльная программа Здравствуйте, ребята Вы пришли к нам в эфир поздравить белорусский народ с Новым Годом, с Рождеством Да Какое настроение, Анатолий Алексеевич? Позитивное Позитивное, это видно Нас снимает камера, вы себя сможете увидеть в интернете потом Ребята точно так же сами себя снимают сейчас с помощью гаджетов Мобильных телефонов Прямой эфир в Инстаграм Так, так, а много подписчиков? Много подписчиков, у меня 20 И сейчас они нас смотрят, да? Где-то так, да Привет им передаем, Рома, что у тебя? У меня 10 подписчиков, да Но есть время до 3 еще подписаться А, да Вообще, как настроение? Новый год ощущаете или нет? Пока, вы знаете, погода такая, такая вот не новогодняя Ну такая и будет погода Жаль очень, ну надеюсь на Новый год может быть что-то и поменять Ну обещают вообще дождь Да, ну ничего Ничего, погода настроение не портит Конечно, да Ну так оно должно, в принципе, и быть Как, где будете праздновать Новый год? Я дома С дедушкой С дедушкой, с бабушкой Наконец-то дома, с елкой, с оливье, с курицей вместе с... Мечтаешь уже? Ой С картошкой, да, то есть вот так вот Я тоже дома в кругу семьи Это семейный праздник абсолютно Какие атрибуты, вот если подумать, вспомнить Новый год с самого детства, что помнится? С самого детства помню, что приходил Дед Мороз с Снегбургой и я все время боялся Деда Мороза А веришь сейчас или нет? А? А веришь сейчас вот в Деда Мороза, который делает чудеса? Да, верю, конечно Конечно, утром просыпаюсь То есть ложусь спать, елки нету, просыпаюсь, елка уже стоит А кто елку ставит? Бабушка, да? Дед Мороз Сам лично приезжает и ставит Дед Мороз приносит А какие ты подарки любишь дарить? Какие любишь принимать подарки? Ну, это... Под заказ ты не облуждаешься в чем-то? В течение года, может быть, набираются какие-то мысли, кто-то там мельком про что-то говорит Намекнет? Да, намекнет что-то, и я начинаю уже думать, задумываться ближе к этой дате А ты уже подарки приготовил? Сегодня все-таки 29-й уже? Уже, да, уже приготовил, уже стоят под елкой даже так, но пока не разрешаю смотреть А маме купил? Маме, да, да, маме купил, всем организовал подарки Элма, как у тебя с этим делом, с новогодним? Я обожаю дарить подарки, я обожаю ходить постоянно перед Новым годом в этой всей суете, покупать какие-то подарки родным, близким Все уже, слава богу, куплено, я подготовился в этом году, обычно я почему-то опаздываю Последний момент, да, всегда Ну, творческие люди опаздывают постоянно, да А в этом году я прям подготовился, все, готов, я счастлив А вообще так интересно, слушайте, вот сказал Анатолий, что подарки уже даже под елочкой, но смотреть не разрешаю Я помню себя в детстве Как же утерпеть, как же утерпеть? Обязательно влез бы, всунул бы свой нос и посмотрел бы, что там такое Вот терпят, да? Ну, терпят, терпят, я говорю, ну, подойдете, не буду с вами дружить, ну и все, никто не подходит Так, и Анатолий Иванович уже приготовил, да, дедушка? Да, да, да И тоже не подсмотрел Какая выдержка, правда? Это точно, это точно, это здорово А какие блюда на столе новогодние ты любишь, Анатолий? Оливье обожаю, потому что готовится это блюдо лично у нас в семье только раз в год, это вот на Новый год А почему так? Потому что Новый год только раз в году Спорт, да, спорт, и стараемся держать себя в форме Посмотри, какие руки накачаны, смотри, бицепсы какие Боже мой, мне кажется, что он в спортзале не вылезает Не вылезает, точно Да, да, да Вот, что еще? И что еще, да? Бабушкина фирменная курица с картошкой, она такая вкусная-вкусная, вот И что еще? Ну и как у всех там Мандарины Мандарины, да Орешки Орешки Конфетки Да, да, красота Ну, можно себе позволить на Новый год немножечко Ну, конечно Излишко Да, Рома, что ты? Стандартный праздничный стол, вот все приблизительно то же самое Шуба, оливье Ну, это естественно, но я вот, пожалуй, один из немногих людей, кто не любит оливье Ничего, первый раз такого вижу Да, первый раз, возможно, да, видите и слышите, но вот Ну, на самом деле она обязана быть, мне кажется Обязана быть, естественно, да, но я просто так А, и советская шнепанка Я смотрю на это Именно советская шнепанка И я смотрю на это, да Брюд? Полусладкая? Сладкая? Сладкая А ты в тренажерный зал ходишь, Ром? Да, да, и сегодня тоже пойду Привет прям тренеру передаю Так старайся, чтобы как у Анатолия бицепсы такие были Естественно, я на него смотрю, это единственный мой мотиватор к этому А, кстати, у нас сегодня в студии еще директор присутствует, но он за кадром останется Объявите, кто это? Это директор, правая рука, я его называю по-всякому Ваня, русак, тебе большой привет И передать хочу привет моей опоре и Надежде, это мои девочки Даночка, привет тебе огромное от меня Я тебя очень сильно люблю, вот так У тебя своя группа есть, да? Давайте о творчестве поговорим, да Это не группа, это ребята творческой идеи, которая вот, вот Рома, без Рома бы вообще ничего не получилось Тимофею передаю, это текстовик, который помогает текст вложить в произведение, вот Ну и все вместе собираемся, придумываем интересное что-то Коллеги, Анна, все решаете или твоё слово последнее, точку ставишь? Нет, ну, там больше Рома ставит точку Он все время в этой стезе крутится, он все знает Такой мягкий человек, разве может точку поставить? Человек гений просто Напишет произведение за полчаса уже у нас что-то есть А потом мы уже от этого отталкиваемся Уже целый альбом практически Ром записали, да? Уже, честно говоря, второй Мы сделали сначала Ну, как вы работаете, с семимильными шагами просто? Мы сделали сначала один альбом, потом подумали, что стоит переделать его и написали второй Теперь второй это как бы первый Первый? Да, вот так Окончательно запутал А скажите, пожалуйста, вот стилистика первого альбома, второго альбома Рома? Ну, вообще это... И каким ты видишь Анатолия вообще в шоу-бизнесе? Какой образ это? Ну, на самом деле сейчас очень-очень популярна рэп-культура, в принципе И, к сожалению, она не всегда с точки зрения музыкальной является интеллектуальной музыкой И вот все, что сейчас популярно в мире, в принципе, в плане гармонии, каких-то интересных звуков, ходов Мы пытаемся внутрь рэп-музыки это интегрировать Синтезировать, да? Да, и таким образом это получается все-таки рэп-музыка, но, скажем, гораздо интереснее и умнее, чем, к сожалению, могут нам сегодня предоставить кто-либо А по поводу второго альбома, стоит оговориться Просто первый альбом это было «Проба пера», потому что, когда я начал работать с Анатолием, рэп-музыка для меня была, в принципе, чем-то очень новым И мне пришлось прям квалифицировать себя во все это Под рэперы Да-да-да, переквалифицироваться из такой джазовых направлений, популярных, современных, уже в рэп-музыку И в первом альбоме мы как-то пробовали, пробовали что-то, и часть трека все-таки вошла и вот в последующие А во втором альбоме мы уже как-то пристрелялись, посмотрели, что идет у публики, на что больше люди реагируют, лучше В основном это молодежь, которая реагирует, да? Да, конечно, конечно А есть ли надежда на то, что вот песни, которые не вошли и которые лежат сейчас в загажнике, все-таки увидят свет? Может быть в переработанном виде? Да, обязательно, они таким образом уже сделаны вот сейчас, на сегодняшний день И я думаю, что в будущем обязательно, конечно А вы планируете выходить уже на рынок СНГ и дальше? Анатолий, что ты думаешь? Планируем, у нас сейчас, у меня участвую в одном проекте, пока говорить не могу, в каком вот И скоро, то есть в декабрь, я думаю, в январе где-то что-то будет уже крутиться, и альбом выйдет, и клип мы уже сняли И презентация будет, может концерт какой-то будет? Ну концерт, это пока что рано говорить, наверное, но какая-то презентация Но думать можно пока Но думать и мечтать об этом точно можно Я так больше чем уверен, что без песен мы сегодня точно не обойдемся Это точно Однозначно Кстати говоря, коль уж мы сегодня с вами в эфире Естественно, ну, как обязательный вопрос, как состоялся дуэт? Как вы познакомились? Как нашли друг друга? Ой, познакомились мы очень давно, да, Рома? Да, еще со времен детской новой волны Да А именно с 2009 года Да, с 2009, я первый раз выступал на детской новой волне Первая детская нова, она была в 2008 году Вот, быстро пролетел год и сразу Рома появился Да, Анатолий там занял три презрительских симпатий, а я второе место в следующем году Вот, и таким образом мы познакомились Юрмала вас объединила Только Москва, а не Юрмала А, Москва, Москва, да Да, 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 ну вот Вот, и все, мы так с тех пор Честно говоря, мы так сильно плотно не общались Потом, знаете, когда очень так хорошо начали общаться Я перешел в колледж, музыкальный колледж искусств Вот, а он там раньше учился Ну нет, так получилось, что Анатолий поступил на первый курс А я заканчивал этот колледж Да, да И вот таким образом сложилась судьба Что я работаю после колледжа Распределение в ансамбле Сибры Ну вообще в том возрасте Вот разница даже в три года, насколько я понимаю Она так достаточно серьезно чувствуется Анатолий поступал, ты заканчивал Как вообще, как вот эти общие нити сошлись-то? Ну вообще, Анатолий тоже Он же после Венской консерватории поступал в колледж, насколько я понимаю Если я правильно понимаю А вроде бы правильно И у него, в принципе, была привита большая любовь к джазовой музыке И вообще к искусству, к современному И мы как-то с ним во взглядах очень-очень здорово сошлись Несмотря на то, что он, в принципе, воспитан на рэп-музыке А я на какой-то другой И это, я думаю, очень интересное сотрудничество Коктейль такой получается, правда? Да, для нас обоих Ну что ж, по поводу коктейля Послушаем коктейль, что получается Я так понимаю, что будет сейчас Come Together Это больше у нас был кавер на эту песню Это песня Битлов Битлз Ну да, послушаем Кто-то внес свое, кто-то внес свое Здесь рэп будет Битлз принесли свое Здесь рэпа не будет Рэпа здесь не будет, к сожалению Ну что ж, мы послушаем Да Окей Здорово сделано, вкусно, как говорят музыканты, правда? Спасибо Долго дрались? В смысле? Ну я имею ввиду, пока записывали песни, нет? Нет Я просто смотрю, сейчас ребята друг на друга смотрели И не понимали, кто поет Просто давно было сделано Растеялись чуть-чуть А много у вас дуэтов? Дуэтов? Уже Ну есть уже Ну если включая еще те песни из альбома Плюс неизданные песни из альбома Это каверы или новые? Нет, 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 у нас из каверов фактически только вот эта песня Come together И все, остальные авторские Да, остальные, да Ну где-то порядка семи штук, я думаю, уже наберется Насколько часто говорят люди, наверное, что им легче петь сольно Вы наоборот стараетесь петь дуэтом Дуэт тяжелее, ведь надо смотреть, следить и услышать друг друга Получается? Получается Ну, дуэт это, я бы сказал, такая вещь, которая всегда сложна Да В принципе, в отношениях Потому что это у каждого свое мнение У каждого свои взгляды на музыку У каждого свой голос, который должен снижаться И абсолютно так, да Голос, в принципе, у нас это получается Получается вроде бы как неплохо Рома, ты рэп поешь? Нет Может, может, сразу говорю, что может Это принципиальные позиции? Возможно, варианты? Ну, я как не в формате дуэта тоже У меня и сольная есть карьера, и свои планы на музыку тоже в том числе Поэтому таких своих позиций придерживаюсь Я пока рэпом не занимаюсь Слушаю на iTunes Роман Володнев по-английски пишет И он там есть И он там есть, да Это большая команда, Антур Команда Вот директор у нас сидит в студии Он просто правая рука и мой лучший друг, можно так сказать Он настраивает на позитив Он, да, он на позитиве все время, пацан Вот Нас, Кока, Рома, я Тимофей Морозов, автор текста Да, автор текста Тимофей, большой привет Ну и Ваня Вот А он говорит, вы выступаете уже? Были какие-то концерты, да? Да, конечно Были выступления, съемки какие-то Как принимают, расскажите? Вроде бы как здорово Хорошо, по-другому спросим Всегда первый, наверное, зритель, первый слушатель Это родные Как родные относятся к такому творчеству? Дедушка такой требовательный Анатолий Иванович А он никогда вот в наше творчество может что-то подсказать Поправить Лишь немножко что-то, да А так, в принципе, ему всегда все нравится Да, ну, конечно Он всегда за новое, за что-то такое интересное И с тобой дуэт пойдет Да, да, да То есть он, если можно так сказать, он в волне? Да, он в волне, причем, причем конкретно А мама? Мама? Да Мама тоже, я всегда, всегда тоже отправляю сообщения Говорю, мам, вот как-то так вот послушать, послушать Тоже всегда поддерживают, говорят Ну, они как бы за нас все время И даем привет сейчас Оресе Пламенный привет от первого канала А с точки зрения юношеского, скажем так, максимализма Ведь молодые люди не всегда прислушиваются к тому, что говорят старшие Как ты относишься к каким-то, может быть, замечаниям К критике, да К критике именно моих Творческой Творческой и родных моих Деда там, допустим Он всегда, он как бы, он идет наравне с молодежью Наравне с 21 веком, вот И то есть у него всегда критика такая То есть правильная По делу, да? Да, по делу То есть не по делу не бывает Ну что ж, давайте что-нибудь еще послушаем Да, песня следующая В плейлисту Васильки Рамонки, да? Что это за песня? Это песня Это, по-моему, старая песня довольно-таки Сябровская И так как она мне очень понравилась, я решил ее исполнить Второе дыхание Второе дыхание, да ПО-моему, старая песня ПО-моему, старая песня ПО-моему, старая песня Сделится туман ПО-моему, старая песня Конечно, спела я Конечно, спела я Дорыцвой дурман У птушиным гомане У птушиным гомане Спева всалал я ПО-моему, старая песня Про тебя, Бенни Коли Про тебя, Бенни Коли Не забуду я Васильки, Рамонки И небесу плынь Не кране поджуть, а у горка я полынь, ветер сум развеет водором лугом, не погаснет о тебе моя любовь. А, кстати, вот 27 декабря наш Анатоль, младший, отметил свой день рождения. 18 лет. Поздравляем тебя. Как праздновал? Праздновали, ой, первым делом я поехал в ГАИ сдавать на права. В свой день рождения? В свой день рождения, в 8 утра сразу был там. С первого раза сдал, да? Почти первый. А? С первого раза все, да? С первого раза сдал, да? Молодчинка. Вообще дается, нормально дается учеба, вождение? Да, я до этого в школе учился, вот, и, да. А как первый раз машину сел, не помнишь? Первый раз за машину. Кто посадил? Дедушка, наверное, да. Ну, да я, честно говоря, да, наверное, дед или отец, я даже, честно говоря, не помню. Когда маленький, может быть, когда все обычно. А ты уверенно себя чувствуешь за рулем? Да. Да? Нормально? Да, 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 да. Нет поездной руля? Нет. А ты водишь машину? Да, да. Рома тоже недавно. А ты сколько стаж у тебя водительский? Еще полгода даже нет. Ничего. Молодые, молодые. Так что ждите, опасайтесь водителей. Не надо. Ты напиши сразу Рома в волосе, чтобы боялись. Да. Рома, ты учишься в Абгисе, да? Вот расскажи немножечко. Абгисе, да. Абгисе, да. Абгисе, да? Абгисе, да. Абгисе, да? Да, в Москве. Учусь на заочном, на звукорежиссуре. Вот сейчас поеду на сессию, дай бог сдам. Как там учатся? Какие требования в Москве? Очень высокие. Это первоклассный вуз, первоклассными педагогами, именитыми людьми и, соответственно, требования такие же высокие. Но там просто невозможно учиться плохо. Хотя бы потому что... Отчислят. Нет, там просто... Нет, там, кстати говоря, парадоксально, как у нас вечно с отчислениями, все пугают. Трясутся, да. Трясутся. Там такого нет, там максимально лояльно относятся в этом плане к учащимся. Просто туда такой жестокий отбор идет, в принципе. И такое огромное количество людей проходит все эти отборочные испытания, что попадают туда действительно только умные и талантливые люди. И получается, что люди просто сами заинтересованы в своей будущей профессии и понимают, что это надо. Мало того, что они заинтересованы, да. Просто невозможно там не относиться к учебе безалаберно. Правильные самые слова, наверное. Ты не планируешь покидать Беларусь? Остаться в Москве, да? Я пока не могу ответить на сеть. Анатолий не отпустит. Хотя бы поэтому, да. Кстати говоря, учиться... А вообще учиться не надоело еще? Да нет. Учишься в удовольствие. Там же все по своей профессии. А кто твой педагог? Педагог по вокалу? Да, по вокалу. Елена Викторовна Атрашкиевич. Вам привет. Прекрасный педагог. Прекрасный, да. Какое-то отношение особое у педагогов к тебе есть или нет? Отношения нет. Есть понимание того, что есть какие-то мероприятия, какие-то концерты, что иногда могу пропадать на них. Педагоги нормально реагируют, да? Да, да. Слава богу, все делается во благо. Вот. Только во благо. Но ты тоже выступаешь в своем родном колледже, правда? Конечно, конечно. На всех мероприятиях. У нас постоянно либо экзамены, либо зачеты. Всегда, да, да. То есть это все проходит таким образом. Хорошо, ребят, времени 14.55. Времени-то осталось совсем немного до завершения программы. Мы еще обязательно послушаем одну песню. Да. Новогодняя песня — это поздравление, это пожелание. Да, да, да. Если пока, пока без песни, а в словах. Что вы хотите пожелать сами себе и что вы хотите пожелать слушателям Первого канала? Хочу пожелать всем в Новом году, чтобы все было лучше и круче, чем в этом году. Ну, то есть, чтобы следующий год был лучше и подрее, чем во всех отношениях. Во всех отношениях, да. Я хотел бы пожелать в Новом году всем слушателям, прежде всего, любви, домашнего тепла, любить и понимать своих близких, понимать себя. А себе, наверное, прежде всего пожелал бы еще большей творческой самоотдачи, еще большей работоспособности. Крепкого здоровья, новых хороших песен, вдохновения в Новом году. Будем ждать в 2018-м. Спасибо за разговор, спасибо за эфир. А у нас в гостях были молодые, талиновитые, эстрадный спевак Анатолий Ярмоленко-молодший и композитор, и выканалца Роман Волознев. Сябры, ну а наша программа на сегодня завершена. Есть у меня чудовное СМС от Светланы. Мне уже 50, а в душе юность. У меня прекрасная сын и дочь, невестка и зять, внуки Ксюша, Никита и Саша. А в октябре с мужем отметили жемчужную свадьбу. Вот такая я юбилейная. Люблю всех и поздравляю с Новым годом. Спасибо, спасибо. Дякую всем сегодняшним нашим слухачам и тем, кто был повод женами у студии. Яна Ходоско. Андрей Синица. Юрий Трошинский. Усим, счастливо. Усим, счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова